друзья всем здравствуйте всем доброе утречка сейчас выбрались на рыбалочку хотел бы вас познакомить с дядей Женей мы с дядей Жени познакомились на речке и дядя Женя показал мне мастер-класс по ловле хорошей платвы на пшеницу да по прудам на прудах редко бываю редко выезжаю а так сейчас попробуем в этом году первый раз на пруду выбрались вот Егор с папой привезли меня на пруд сейчас попробуем что получится потом снимем обзор да здесь на на поплавок карась карп клюет ну карп не знаю я вот таких только ловил попробуем толстолобика половить вот дядя Жень я знаю то что вы особо крупную рыбу то не ловили ну крупный не ловил такой как толстолобик допустим никогда не ловил а карпионок карась ловил да вот так что сейчас попробуем может и толстолобика вытащим сделали для меня приладу так как немножко ограничен в действиях ну и попробуем на новую приладу попробуем ну вот кстати я сейчас хотел бы вам подарить спасибо то бишь это вот будет сейчас цепляться на грудь вот ремешками и будем удочку вставлять сюда сейчас я покажу ручку и будем пробовать вот такого плана прилада специально для вываживания толстолобика это мне Егоров папа смастерил и сейчас мы эту приладу опробуем на толстолобика может быть там на карпа тоже ну ну да сейчас будем пробовать друзья первая пошла я сейчас на кораблике папа на спуске ты будешь тут открой первая поролка до 50 грамм краш-тест сделаем очередной и попробуем поймать толстолоба первая пошла остановить вот о чем мы говорили с тобой не убранный пух это беда и ничего не делаешь я думаю что поцепляется ну вон что ну вон что так ну попробуй давай выставляю на этот на глисс я думаю хороший сейчас сейчас делаем первая пошла пока тут мы толстолобуски завозим дядя Женя заплавочек пробует стравливать надо потихонечку да 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 и ну сейчас быстро корабль пойдет быстрее все первые дядя Женину палочку завозим первую завезли вторая пошла тихо-тихо-тихо не спеши а вы просто дужку откройте давайте посмотрим как она леска пойдет все вот так в глиссере она сейчас пошла Жень, ну как, это сам работает? Это сам приблуд? Да, приблуд работает, да. И катушка как раз, они все у меня под левую руку. Да-да-да, удобно будет, я думаю. Ну, здесь нормально сходит. Сходит, сходит, но она еще сухая, а так нормально. Сколько метров, покажи, Его? 38 метров, практически 40, и растет. Ну, эту завезем уже под 90. Идет, идет, идет. Сколько метров, Егор? 62. Я думаю, достаточно. Не-е-е-е. Я думаю, да. Там снесет, ну хотя сейчас особо не сносит, пускай на 90, на 70, хотя бы 70. Нет, хватит вот так. Помыть, хватит? Да-да, а то я поплавка. Сброс. Где-то так. Опа. Не потащил. Только начинает. Да как только начинает, уже, мне кажется, выложил. Ну, поплавок-то на месте. Иди сюда, дорогой товарищ. Сейчас. Подтащим. Неужели опять карпенок? Не знаю. Карасик. Первый карасямба. Точно. Да. Карасик. Да, надо. Ну, друзья, я поймал просто на червячка. Туда чуть дальше на поплавочку ушел. Сильные они, малыши. Такой красивый. Красавчик. Зеркальный карпик. Маленький. Давай. Папа по маму. Карасей толстолобиков зови. Все. Отпускаю. Карасей берем, а карпиков выпускаем. Вон. Там он. Там он. Там. Да, конечно, он. Возле поплавка прям шаркает. О! О! Под поплавком видно вот эта муть пошла. Да. Да. Обалдеть, друзья. Я сейчас решил по берегу пройтись. И смотрю, что тут такие волны какие-то. Подхожу. А это толстолобы здоровенные стоят. Хавальники вот такие здоровенные. Открыли и что-то с поверхности хавают. Только тихо пойдемте. Вон он. Надеюсь, получится на камере показать. Посмотри, какой хавал открыл. Он то ли мелочь хавает, я понять не могу. И вон он еще одну хавал открыл. Может туда поплавочку закинуть? Это будет крашить. Теперь ты согласен, надо делать нюх. Уберем его где-то. Смотри, а то и тут сразу глубину. Все, видишь? Увидел, ушел. Дядя, вы поймали карасика, да? Да. Мелкий. Не спеши, что ж ты спешишь. Куда он денется, Егор? Не спеши. Хорошую у вас караску у меня помелочь. На болтушку, да? Да, он грил, у меня болтушку. Он будет сейчас брать на болтушку. Ведру водички. Сейчас нальем. Сразу отозвался, только закинул. То есть болтушку, гороховый люк, болтушку. Держи, держи. Вот сюда вон тогда ставлю. Егор, нам надо сюда перевозить на болтушку. Да. И в полях уплавать так будет, да? Да. Ты считаешь, что этот монтаж хороший? Да, от магазина Ершовича. Компания технопланктона Мегаладон. Была поклевка. К сожалению, рыба, конечно, сошла. Ну, вот. А как вы не подставите технопланктон? Даже не подставишь ничего? Почему не подставишь? Хоть сколько ставь. Тут на застежке можно хоть сколько ставить. Отцепил, сюда еще поставил. Раз, еще передвинул, еще поставил. Очень все удобно, я считаю, классно. Егор, а ты на кукурузу пробовал? Нет. А в чем это? Сейчас попробуем на кукурузу. Ну вот, насадил кукурузку, пробил в двух местах. И она так не стягивается. А когда просто так одеваешь, она, он ее раз и чуть-чуть раз мусолит и стягивает. А это вот, ее пробиваешь, потом разворачиваешь, с краю пробиваешь насквозь, разворачиваешь и с другой стороны одеваешь на это. Вот такой вот карась. Практически сразу, только приманку закинул, сразу лук. Хорошая поклевка. Такой карась-клачевичка. Фидер молчит, а поплавочка нет-нет, да ловит. Хороший карась, прям такой вот, моя ладоха. О, ой, топит-топит, пошел поплавочек, ушел поплавочек. Рыбка взяла, рыбка взяла, хорошо взяла. Вот он, ах ты, ушел, гад, но был, был. Вот он, червячка. А тут что-то пока... Обрыв. Обрыв. О, Василий Иванович как-то там закрыл-то. Довлилась, да? Ага. Вот, кстати, вот на таких прудах, может быть, и работала бы вот эта штука. Она же ее поднимает. Вот, если сейчас ее нацепить, толстолоб, мне кажется, может сесть. Ну, это такие пенопластовые шарики, чтобы поднималась приманка со дна на фидер. Так. А у тебя есть 0,16 леса? А вот она, вижу. Вот эту 0,16 поставлю. Если карпа уж секу, буду аккуратен. Для карася самый смак. Вот он, карп на две кукурузы. А тут карась, наверное. Да, тут карась. О, хороший какой-то. О, на червя карась, на кукурузу карпик. Все как надо. Но карпик очень маленький. На две кукурузы, а это на два червя. Рака? Ага. О. Ага. Нормальный, да? Опускаешь их или нет? Ну, я не думаю то, что мы их много наловим. Кидай его. Ай! 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 Папа, дай, дай! Повесьте его, он сам нацепится. Оп! Тварь! Кидай, вон, его в этот. Сварим. Ну и вкусный. Кидай, увидим. А, да, можешь, что попадется? Блин, перепутался, гад поводой придется перевязывать. Пацачь давай. тихо тихо спокойно 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 такой прям хороший ну не совсем ну неплохой сейчас я его подведу к тебе не спешишь сапоги он и такой но покрупнее да это даже не знаю карпника не карп карп маленький она что червячка не крупный такой хороший такой уже нормально сопротивляется бьется боец так ну иди сюда красиво отпущу держись красавчик ты чуть вместе с ним не уплыл дядя джей на варюхе быть а кидай еще один рак и причем прям в ротик все как надо клюнул через кукурузкой большой червячочек и маленький кусочек кукурузки я пытаюсь карпика пойму ну а так в принципе да червячок пока не чую не чую стабину слабину главное не давать сошел нашел до друзья монтаж запутался и к сожалению пришлось его обрезать и сейчас привяжутся новый монтаж нету целый пакет вот таких вот монтажиков классные монтажи много набрал потому что вдруг буду рвать на всякий случай то есть тут есть все две застежки поплавочек этот ремпель даже эти стопорки сразу же идут в комплекте еще что мне очень нравится здесь есть инструкция то есть вот сразу можно понять и связать главное умеете узлы вязать а так мне кажется любой даже не рыбак разберется спокойно вот половинку от мегалодона и целый от сергей поэтому и не клюют его она видим подходил еще и подсасывал может карась или еще кто-то мелкий а чем она там фиксируете что же на кукурузная спица накручивается 3 сейчас посмотришь а поклевка так вот здесь такой тремпель и тут вот сюда он так ставится здесь такая закручка на резьбе а кукурузная палочка это только для того чтобы крючки не путались при забросе она потом растворяется получается буквально две минуты и они свободны друзья обалдеть сейчас дядя жене все как мы думали что карасика это смотрите подлещик то есть на пруду кузнецовский есть лещ можно и на фидер через пару лет будет приехать еще половиточек лос но я думаю мало отпускаем обязательно пускай размножается растет красиво не особо крупный выцедим вот вот горячим дома дома помудрить не буду просто так сейчас проткнул и все друзья наловили щас карасиков тоже здесь же не пора их отнести садок сейчас слил воду собираю всех этих карасевич и суда ну вот так это даже и одной трети тут нет в общем что мы знаем партия там садки это так вот за полчасика на двоих на двоих с дядя жене вот дядя жене гляньте что манка ты же твоя животворящее делает два гроза уже практически сразу клюет на манку с зеленым горошком о класс ведерочко их попробуйте поклевывает поклевывает попробуем сейчас на маночку сейчас тоже на шарик раз с прилипением нормально все, можно забрасывать оп 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 лубину опять забыл чуть-чуть убрать ну ладно сейчас как с полудоночки поставим вот нормально папа сейчас вон там поролку закидывал прям такой из-под берега вывернул за столом здоровый а он видишь куда поролку закинул ой не достал покажи вот папа сейчас тоже там выматывал одну из палок и короче на толстолобовскую палку кто-то там прицепился ой она мою тоже красиво становится, видимо начинает жрать и в общем ооо два сразу дуплетиком карасям бы два штуки сразу подходят виду начинают жрать даже сказал бы то что не мешают они просто не дают нам ловить толстолоба нормально так уже опять на дубасе полчаса час порция пойдет следующие садок перезабиваем завозим наверно да уж две палки завезли 2 роли еще поролку закидывал такой такая мамка из по берегу пошла там не мель там очень большая понимаешь что там и глубоко вот так вот толстолоб поймаешь там его очень много постоянно там ходит это наоборот я сказал бы даже далеко она ближе переставлять берегу там такие мамки ходят просто сейчас там у клейки карась подойдет я очень удивлюсь если ты что-нибудь там поймаешь ой давай он самый подсачек его иду 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 он самый хороший хороший побольше того ух ты правда что поднимите чем мелочь не такой же ну поедет маленький ну поедет и так ощущаю что крупнее карпа ну не такие часто клюют да ну так крупнее нету я 6 хотя бы карасям бы такой был бы по размеру отпускаем малышей по по-хитрому хочу опять пробивали так насквозь потом в двух местах чтоб продать и был разворачиваем разворачиваем пробиваем еще раз его с другой стороны чтобы он вот такого плана в двух местах пробивается кукуруза и он так и не снимает быстро хорошенький карпуля это карпуша это карпуша видишь губы желтенький желтенький медленно так успею я его хватит вон еще один это все что тебе осталось давай прыгай ребята вот и прошла наша рыбалка концу огромное тебе спасибо пруд кузнецовский за классный отдых хорошая считаю рыбалка конечно к сожалению немножко расстроился то что не получилось протестировать вот эту дядь Женину приблуду на все стои по потащить дядь Женину столово ничего зато надергали карася вот отпускали много карпиков карпику вообще не собирали маленьких да а так в целом ничего и штука это работает неплохо карасик хоть он и свободно вытаскивается но прилада хорошо работает мне понравилось в будущем так я и буду ее брать с собой на пруды и я думаю карпенка достойного я с этой прилады вытащу спасибо ребятам что подойдет дарили мне штуку такую потому что на одной руки не совсем удобно работать как говорится и вот протестировали теперь буду пользоваться вот еще из необычного попалась в общем достали 4 рака да еще у меня один сошел у дядь Жени сошел то есть в общем 6 раков было поклевкой необычно еще кстати никогда первый раз видел такое то что просто очень много толстолоба ходит и не клюет карась ее обсасывал буквально не успеешь закинуть самопроизвольно садится на крючки вытаскиваешь карась сидит поэтому ну ничего страшного рыбалкой доволен в принципе хорошо да вот необычного таких чушечек я сегодня прям увидел прям реально здоровенные ну мне рыбалка понравилась ну я думаю это самое еще приедем сюда все заканчиваем рыбалку всем не хвастань чешуи надеюсь еще увидимся спасибо большое я буду кузнецовский неплохо ловится карась и небольшой карпионок на с вами был я игорь михалыч дядя Женя всем пока пока думаешь ты за эту еду сможешь поднять надо а он коричневый да побежал побежал по дороге он побежал по дороге действительно заяц остановился заяц реально остановился вон смотрит стоит на задние лапы став смотрит вон конец сидите он побежал 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 о помчал